Всем привет, с вами Вольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Поступили вопросы, что делать с весной с пеларгонией. Конечно, за зиму она вся вытянулась, что-то с ней было не так. Было мало света, были неправильные уходы. И что же с ней делать? Обрезать или не обрезать? Формировать, не формировать? Кормить, не кормить? Что она любит и что она не любит? Весной? Ну, это даже не весной надо начинать. Можно начинать это с середины февраля, с пеларгонией. Все, что вы спрашиваете. Это значит будет и обрезка, это будет и формировка, это будет, конечно, пересадка и подкормка. Ну, и кто захочет, в процессе обрезки, конечно же, появятся черенки, значит, надо будет черенковать. Когда-то я вам рассказывала про черенкование, но так как у меня в руках появились от обрезки черенки, то, конечно же, я напомню в своем сообщении, как их правильно зачеренковать и какие для кого правила. Что касается обрезки, конечно, если у вас в помещении много света, или, может быть, вы владелец зимнего сада, светлое окно, то лучше всего обрезку такую хорошую кардинальную сделать с осени, для того, чтобы к марту месяцу уже пошли новые сильные побеги. Но если это не сделали вы с осени, после того, как вынесли в помещение, либо она у вас там росла где-то в светлом помещении, то делаем кардинальную обрезку весной. Вот видите, какие у меня тут стоят ребята, готовые уже к обрезке. Будем вырезать все то, что внутри. Если куст раскидистый, уже многолетний, и за зиму там все перемешалось, значит, внутренние побеги, которые мешают, вырезаем. Во-первых, это будет для здоровья, для проветривания хорошо, и будет стимулировать рост хороших молодых побегов. Обрезаем также те, которые уже подвяли в силу разных причин, либо сильно вытянулись, либо они сгнили. Такое тоже бывает. Вот здесь у меня в горшочке такое есть. Здесь вы у меня видите не то что ради хвостовства, но и не без этого. Это такой необычный сорт разновидной спеларгонии, который называется формазон. И почему я его принесла? Для того, чтобы вам показать следы формировки. Вот он стоит на обычном окошке. Солнца, в принципе, ему достаточно. И можно видеть, что он постоянно формировался. Рост у этого сорта, он не сильный. Верхушку я уже срезала черенок. Для этого сорта характерны такие необычные листики. Не такие, как у других пеларгоний. Видите, они немножко с заостренными кончиками рассеченные. Есть еще другие формы. И теперь, после того, как я обрезала верхушку, это будет стимулировать рост боковых побегов. Что мы в этой пеларгонии можем сделать? Да, в принципе, я вот вижу ничего. В пазухах листьев удалять нечего. Середина у нас не загущена. Все проветривается. Расскажу уже, раз он у меня в руках, про формазон. То, что это очень неприхотливый и, пожалуй, один из самых долгоцветущих видов пеларгонии. И вот конкретно этот кустик в прошлом году у меня зацвел где-то в 20-х числах февраля. И цветение его закончилось лишь только в начале октября месяца. Конечно, я его подкармливала. Конечно, так как окно солнечное, то я здесь ставила просто листик бумажки для того, чтобы не пересыхал земляной ком. И вот уже весной, ну не то чтобы весной, но вот вы видите, тут такая розовая палочка, она уже немножко начала растворяться. Я его уже начала подкармливать таким образом. Ну, про подкормку позже. То, что касается обрезки, когда ваши пеларгонии потом уже в открытом грунте растут в течение сезона и дают длинные плети, то эти плети тоже, не жалея, укорачивайте на 2 трети, если она очень длинная, и оставляя на побеге 4-5 листиков. Тогда это будет стимулировать дальнейший рост из боковых почек, будут просыпаться побеги. Не пугайтесь, когда вдруг пеларгония ваша после такой обрезки кажется, что она не засветет. Засветет в этом сезоне все непременно. Иногда бывают, как и у роз, у пеларгонии бывают вот такие вот слепые побеги, которые вот так вот он и будет сидеть, потом он превратится вот в такой древесневший, несущий цветочных почек. Поэтому такие вот слепые побеги мы тоже будем удалять. Либо, если растение небольшое и не требует обрезки, то мы их просто прищекнем. Если у вас прошлого года сохранились череночки на настоящий момент уклененные, растущие, за зиму, конечно же, они немножко вытянулись, то вы их пересадите в настоящий момент в следующий горшочек и прищекните верхушку для того, чтобы они начали куститься. Если вы не проделаете эту процедуру, то к следующей весне у вас на подоконнике будет стоять одиночная палка, которая цветет один лишь раз и то непродолжительно. Все эти манипуляции с обрезкой, они стимулируют пышность кустика, это и производится одновременно и формировка кустика, и обидное светение, потому что каждый побег в дальнейшем будет заканчиваться цветочными победами и крупными соцветиями. Надо ли пересаживать сейчас? Конечно, надо, но, допустим, из этого горшочка я еще пересаживать не буду, потому что пеларгония она как бы привязана к горшочку, вот у нее такая привязанность, любит она в нем расти. Когда еще корневая шейка не оголяется и растение хорошо себя чувствует, то пересаживать большую емкость не стоит. Вот этого пеларгония не любит. Она не любит больших емкостей, потому что, да, она будет давать пышную изделие, она будет жаровать, но цветочные почки закладываться не будут. Если вы чувствуете, что пора, наверное, все-таки пересадить, вот как здесь, тут была обрезка в прошлом году, но вот условия были плохие, и поэтому уже много здесь лет сидит в этом горшочке, даже видно, что чувствуется, что он корни распирает. Поэтому, да, это растение я пересажу и вам посоветую пересадить, когда уже излишне нарастает корневая масса или когда оголяется корневая шейка и видны вот эти вот корни. И какой горшок пересаживать, сильно большой не надо, снова же, мы пересадим в горшок, который вот на толщину вашего пальца, если эти очень тонкие, то на толщину вот этого пальца будет горшок больше. Если корни там накрутились, наросли излишне, оплели полностью земляной ком, вы их тоже укорачиваете на одну треть, убираете поврежденные, делаете новую земляную смесь и таким образом происходит тоже омоложение вашего кустика. Ну или помните, можно еще какой прием сделать, убрать верхний слой сантиметра два и сверху посыпать плодородной почвой с каким-нибудь удобрением длительного действия, осмокот. Щепотка гранул обеспечит его на весь сезон питанием. Какие подкормки делать в марте месяце или рано весной, в конце февраля, ну это трудно назвать весной, но уже хочется так говорить про весну. Подкормки начинаем просто комплексную подкормку, которая содержит в себе все и азот, и фосфор, и калий, желательно в равных долях. И в течение сезона мы будем делать такие же подкормки, только там мы уже будем давать неполную дозу, как написано на упаковке. Лучше пользоваться жидкими подкормками. Это может быть 10-10, 10-16, 16-16-16. А брать летом будем половинчатую дозу и подкармливать два раза в месяц. Когда наступит цветение, то тогда, конечно, мы добавим калийных удобрений. Ну, а сейчас нам хватит заряда такого основного комплексного удобрения. Можете купить, если не доверяете своим чувствам, можете купить специальные удобрения для пеларгоний. Но, поверьте, там тоже будет примерно такой же состав. Что еще я вам не рассказала про пеларгонии, что им надо делать рано весной, это то, что после того, как мы их обрезали, жалко выкидывать такой материал, поэтому мы будем черенковать. Независимо от того, какая это пеларгония, вот вы узнаете, это пеларгония зональная, а это пеларгония плющелистная, с таким кожистым, блестящим, ворсистым листиком. Это пеларгония, тоже мало распространенная, но очень удивительная, многочисленные побеги, и называется Ангелы, потому что цветочки, ну, наверное, что-то такое романтическое, похоже на какие-то амурные дела, и многочисленные цветки, сначала у нее рост прямо стоячий, а затем эти побеги, если посажено подвесное кашпо, они просто таким вот облаком, каскадом не спадают, и цветение тоже очень длительное. И кто у меня еще тут, а, это тоже плющелистная пеларгония, только я вам сейчас вот покажу, что сделать с черенками, когда у них по-разному расположены междоузлия, и когда случаются какие-то истории, когда здесь вот уже молодое растение появилось. Ну что ж, давайте приступим к обрезке. Ну вот, посмотрите, что с ним произошло. Они уже давно одревеснили, потому что предыдущий сезон выдался им тяжелый, наверное, было жарко, наверное, пересыхал земляной ком, поэтому такой побег нам нету смысла укорачивать на одну треть, даже нету смысла укорачивать на две трети, мы его вообще вырезаем, потому что вот у него уже пошел побег замещения, он сам себе уже лекарь. Убрали. Что мы с этим сделаем? Эту палку мы уже не используем, ну и вообще, вот, допустим, вы решили, что вам надо зачеренковать. Ни в коем случае не используйте вот такой черенок, который уже одревесневший, потому что он будет постепенно загнивать и никакого результата у вас не получится. Максимально близко к неодревесневшей части и убираем, как обычно, эти листики. Ну и не пугайтесь, что вот он такой получился совершенно коротенький, вы проделаете, я вас учила, как можно черенковать, можно отдельный самостоятельный череночник, а можно в индивидуальные горшочки. Насыпаете почву, внутри этот песочек, и в этот песочек, потом делаете дырочку, и потом вставляете туда черенок, зажимаете, немножко уплотняете, проливаете, чтобы песочек или субстратом, какой у вас, сперлитом может быть, чтобы он обнял полностью вот этот. Листик большой, и я так предполагаю, что в процессе он все равно завянет, поэтому можно обрезать его наполовину, чтобы все-таки было из чего идти процессом фотосинтеза и соответственно образования колеса и в дальнейшем корешков. Точно так же я поступаю и с этим побегом. Мало того, что он вовнутрь, так он уже одревесневший тоже. И таким же образом под самую-самую убираю. Ну и не забудьте то, что необходимо все черенки подсушить на воздухе. Можно пять часов, можно даже полдня, а можно и на следующий день. Ничего страшного с ними не произойдет, они подсохнут, а тут даже и не успеют подвянуть. Это мы тоже убираем, потому что сам он уже себя лечит и пустил побег возобновлением. Что мы сделаем с этим? Этот я прищекну для того, чтобы возможно и отсюда где-то пойдут дополнительные побеги. а эти ребята пусть поднимаются. Когда они достигнут высоты хотя бы в семь листьев, чтобы было на побеге семь листьев, тогда я снова прищекну. В семь листьев снова прищекну. Боковушки пойдут и тогда снова прищекну. Ну, теперь нам осталось вырезать тот, его уже резать не надо. Он сам достался. Видите, какая беда произошла. Очищаем от старых листьев и все. Осталось только после этого его пролить, затем подкормить. И я думаю, что в этом году он порадует еще меня своим цветением. Вот, кажется, и все общие правила. Теперь мы знаем, что нам надо сделать в весенний период с пеларгонией или геранию. Пусть она вас радует. удачи, до новых встреч. До новых встреч.